В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! Основная цель деятельности Центра кадастровой оценки – определение кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории Ненецкого автономного округа. О деятельности Центра расскажет его руководитель Елена Кислякова. Здравствуйте, Елена Сергеевна! Здравствуйте! Елена Сергеевна, расскажите, пожалуйста, как давно создан ваш Центр и чем он занимается? Наше учреждение создано три года назад, как и большинство подобных учреждений по всей стране. Не так давно был принят новый федеральный закон 237-й о государственной кадастровой оценке, который поменял всю парадигму кадастровой оценки. Раньше этим занимались юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые побеждали на конкурсах, участвуя в госзакупках. И зачастую они не знали хорошо тот субъект Российской Федерации, где победили. Так, например, в Ненецком округе нет таких специалистов, нет таких юридических лиц, которые бы профессионально этим занимались. И, соответственно, не так хорошо они определяли кадастровую стоимость, было очень много нареканий. И, наконец, государство решило, что нужно все порядочить. И теперь в каждом субъекте Российской Федерации создан аналогичный центр, они могут называться по-разному, тем не менее, это всегда государственное бюджетное учреждение. И основная наша задача – это определять кадастровую стоимость всех объектов недвижимости. Хочу напомнить, что к объектам недвижимости относятся земельные участки, а также все объекты капитального строительства. Например, дома, квартиры, сооружения, например, дороги или нефтяные скважины. Все это мы оцениваем. В гараже это тоже? Да. То есть вообще любой построенный объект – это все? Да. А что такое вообще кадастровая оценка и для чего она нужна? Кадастровая оценка – это стоимость, которую определяем именно мы, государственные кадастровые оценщики. Нужна она для того, чтобы государство могло определить, с какой стоимости платить налоги. Налог на имущество физических лиц, в первую очередь, земельный налог, а также арендная плата за земельные участки. Именно вот эти налоги и плата собираются, исходя из кадастровой стоимости. А когда вот определена кадастровая стоимость объекта недвижимости физического лица, с какого момента он начинает платить налог? В нашем округе кадастровая оценка всех объектов недвижимости для физических лиц именно была определена в 2020 году. Определена она по состоянию на 1 января 2020 года, но вступила в силу с 1 января 2021 года. Исходя из этого, если у вас есть земельный участок в аренде, то арендную плату от кадастровой стоимости вы платите уже начиная с 2021 года, поскольку она оплачивается ежеквартально за тот квартал, в котором у вас в аренде находится этот объект. А вот налог на имущество физических лиц оплачивается в следующем году, за годом вступления в силу кадастровой стоимости. То есть в 2022 году все граждане Ненецкого автономного округа будут платить за свою недвижимость, то есть за квартиры, за гаражи, если есть еще какая-то недвижимость, они будут платить от кадастровой стоимости определенной нами именно в 2022 году. А как изменилась кадастровая стоимость по сравнению с предыдущей? Я бы сказала разнонаправленно. Дело в том, что предыдущая кадастровая оценка, которую делали, ну вот я говорила уже по конкурсу, она была не очень качественная, и были такие перегибы, например, у нас в центральном микрорайоне, вот здесь, вот где мы с вами находимся, кадастровая стоимость квартир была очень низкая. Например, двухкомнатная квартира там стоила 200 или 250 тысяч рублей. Ну это же слишком низкая, да? Кадастровая стоимость все-таки должна быть приближена к рыночной. А, например, квартира, такая же двухкомнатная квартира, но не благоустроена, где-нибудь в Хариверской, да? Она стоила там 4 миллиона рублей, например. То есть были значительные перекосы. Мы постарались провести качественную кадастровую оценку, и, соответственно, где-то у нас кадастровая стоимость снизилась, да? Это вот в отдаленных районах города она, как правило, снизилась. А в центральной части она значительно возросла, она возросла многократно. Она приблизилась к рыночной оценке. То есть если вы сегодня посмотрите кадастровую стоимость, вы поймете, что она практически равна рыночной. Ну, по крайней мере, близка к ней. Хочу сразу же предупредить людей, что это не значит, что ваш налог возрастет многократно. В налоговом кодексе есть ограничение, что налог на имущество физических лиц не может увеличиться больше, чем на 10%. Поэтому вот сколько вы платили, вам добавится 10%. Да, конечно, это несправедливо по отношению к тем, у которых уже давно кадастровая стоимость правильная. Но таков закон. А может быть такое, что у объекта нет кадастровой стоимости? Что это за объекты? Да, такое может быть, если объект не поставлен на кадастровый учет. Мы определяем кадастровую стоимость исключительно тех объектов, которые стоят на кадастровом учете. Если он у вас не зарегистрирован, то, соответственно, и кадастровой стоимости нет. Также может быть, что объект внесен в государственный реестр без каких-то важных характеристик, без которых невозможно определить кадастровую стоимость. Такие ошибки бывали раньше. Сейчас уже, как правило, их нет, но, тем не менее, такое может быть. Что с этими объектами? У него владелец этого объекта, он в итоге может быть оштрафован или что? Как это вообще происходит? Но есть контроль, конечно, безусловно. И каждый человек, кто построил, например, возвел объект недвижимый, построил дом новый, безусловно, он должен его поставить на государственный кадастровый учет. Есть штрафные санкции за то, что вы не ставите. Но, как правило, людям это выгодно ставить на кадастровый учет, потому что, во-первых, они получают налоговый вычет с построенного объекта. Поэтому большинство, конечно, стараются сразу же ставить на государственный кадастровый учет. Но есть такие, которые с этим тянут. И здесь уже дело муниципалитетов, чтобы разъяснять людям, какие могут быть штрафные санкции или какие последствия могут возникнуть, если они не поставят на кадастровый учет свой объект. А кто и как проводит кадастровый учет? Как это происходит? Стоимость объекта как определяется? Ну, смотрите, нужно различать государственный кадастровый учет и кадастровую оценку. Кадастровым учетом занимается федеральный орган, Росреестр и кадастровая палата. Именно туда люди обращаются за постановкой на учет. Когда происходит, например, сделка по продаже квартиры, то, безусловно, это происходит через Росреестр. И эта информация попадает сразу же в Росреестр. И собственник предыдущий снимается, ставится информация, что теперь новый собственник у данной квартиры. К нам информация попадает без указания на то, кто собственник того или иного объекта. Мы этого не знаем. И мы проводим только оценку, независимо от того, кто собственник данного объекта. А кто обращается к вам в центр? И с какими вопросами вообще приходят? Как это происходит? Ну да, люди, бывает, что не только люди, и организации обращаются. Как правило, это когда они не понимают, почему, как возникла вот эта кадастровая стоимость, обращаются к нам за разъяснениями по определению кадастровой стоимости. Как правило, этим ограничивается. Мы даем разъяснение, почему, откуда она взялась, как она посчиталась. Как правило, этим ограничивается. Но, тем не менее, бывает, что люди или организации, они не согласны с определением кадастровой стоимости. И тогда у них есть несколько вариантов, как ее исправить. Ну, во-первых, может такое быть, что при расчете была допущена какая-то ошибка. То есть, либо в Росреестре была какая-то ошибка, и тогда нужно обращаться в Росреестр для того, чтобы эту ошибку исправить. Либо мы при расчете неправильно учли, например, мы определили, что это какой-то другой объект недвижимости. Не всегда бывает понятно, что это за объект недвижимости. И тогда нужно написать нам заявление об исправлении ошибки. У нас на сайте есть все образцы заявлений. У нас также есть телефоны. Всегда можно к нам позвонить. Мы всем все разъясняем, как удобнее, как дешевле, как быстрее исправить ту или иную ошибку. И тогда, если это действительно наша ошибка, мы исправим эту ошибку, и кадастровая стоимость изменится. Бывает же, что ошибки нашей нет никакой. Тем не менее, человек или организация не согласна с той стоимостью, которую мы определили. Тогда они заказывают рыночный отчет, и уже с этим рыночным отчетом, раньше они обращались в суд. Теперь у нас есть такие полномочия, и мы можем установить кадастровую стоимость на основании рыночного отчета. Теперь, подготовив рыночный отчет, вы должны обратиться к нам, и мы рассмотрим этот рыночный отчет. Если он действительно достоверный, если он сделан по правилам составления рыночных отчетов, если в нем учтено все, что должно быть учтено, и да, кадастровая стоимость может отличаться от рыночной, тогда мы установим кадастровую стоимость в размере рыночной стоимости. А почему отличается кадастровая от рыночной, и как вообще, в чем разница определения рыночной и кадастровой, как это вообще происходит, как вообще определяется, я вот, честно говоря, не очень понимаю, как определяется она вообще, человек приходит, он должен что-то там посмотреть, померить, как это вообще делается? Ну, нужно помнить, что мы занимаемся массовой кадастровой оценкой. То есть к нам не нужно обращаться для того, чтобы получить кадастровую стоимость. Наш учредитель управления имущества издает приказ о том, что вот в этом году мы делаем кадастровую оценку таких-то объектов. И в соответствии с этим приказом мы занимаемся массовой кадастровой оценкой. Те объекты, которые в принципе продаются, например, квартиры, гаражи, какие-то другие объекты, у которых есть рынок, объявления о продаже которых мы можем найти. Так вот, мы собираем такие объявления о продаже. Смотрим, выявляем зависимости. От чего зависит стоимость? Почему у одних объектов она выше, у других ниже? Например, сильная зависимость от расположения, места расположения объекта, то есть в каком районе города он находится. Или от благоустройства для квартир, очень важный фактор, это благоустройство квартиры. Много факторов, в том числе год постройки и так далее. Мы выявляем эти факторы и на основании этих факторов строим модели. Чем больше факторов мы используем в модели, тем она в результате достоверна. Ну, то есть, когда мы учитываем вот эти нюансы. Но, безусловно, мы не можем учесть все нюансы. Потому что массовая оценка, сразу десятки тысяч объектов, конечно, мы не сможем досконально определить по всем. Итак, мы построили модель и на основе этой модели определяем кадастровую стоимость для таких объектов. Но не у всех объектов имеются рыночные аналоги. То есть, не все объекты предлагаются к продаже. Например, вы не найдете объявления о продаже квартир или домов в сельских населенных пунктах. Или нет объявления о продаже земельных участков под строительство дороги, например. И тогда мы используем другие методы. Например, затратный метод. То есть, сколько средств необходимо для того, чтобы создать вот такой аналогичный объект, как указанный объект. Там есть вообще много способов. Мы применяем различные для различных объектов оценки. А рыночный оценщик, если вы обратитесь к рыночному оценщику, он работает исключительно с вашим объектом. Вот та же квартира, он прямо досконально изучает вашу квартиру, смотрит аналогичные квартиры на рынке, сколько они продаются. Он тоже исходит из рыночных данных и определяет уже именно вашу квартиру с ее нюансами, с ее какими-то особенностями. Например, может быть, сделан хороший ремонт, евроремонт. Рыночный оценщик это учтет. У нас в кадастровой оценке не учитываются такие факторы. Все-таки, допустим, человек приватизировал квартиру. Ему что, нужно бежать к вам, свой объект сразу же регистрировать, чтобы получить вот эту кадастровую оценку? Или это необязательно? Вообще, кто должен в первую очередь обратиться? И почему? Потому что я понимаю, что это не все люди, не все жители, это необязательная процедура, да? Как что-то должно быть. Да. Человек приватизировал квартиру. Безусловно, он обращается в Росреестр для постановки на кадастровый учет. Без этого ему не зарегистрируют квартиру. В этом и состоит функция Росреестра. Они зарегистрируют за ним эту квартиру. Эта квартира станет его собственность, и в Росреестре появится такая запись. И как только в Росреестре появилась такая запись, они непосредственно сами нам направляют эту информацию. И уже мы определяем. То есть процедура кадастровой оценки, она несколько этапов занимает. Во-первых, раз в несколько лет происходит массовая оценка всего, что есть. Вот, например, в 2020 году мы определяли кадастровую стоимость всех земельных участков, находящихся в населенных пунктах, и всех объектов капитального строительства. Ну, как я уже говорила, квартир, гаражей, дорог, магазинов, ну, все, что есть капитальное, все это. Росреестр нам выгрузил информацию обо всех этих объектах, об основных их характеристиках. Мы построили модели, и на основании вот этих моделей мы установили кадастровую стоимость. Она вступила в силу с 1 января 2021 года. Но жизнь течет, жизнь изменяется, да. Кто-то кому-то продал квартиру, кто-то уточнил, да, сделал какую-то перепланировку, и у него квартира там изменилась на полметра там, да. Да, вот, вся эта информация попадает в Росреестр. Вы ничего не сможете сделать со своей недвижимостью, не сообщив об этом в Росреестр. Ну, вернее, вы можете, да, не сообщая, но тогда ничего и не произойдет. Как только вы обратились в Росреестр, да, за каким-то изменением, изменили назначение, например, у вас был участок под, ну, я уже говорю там о юридических лицах, да, у вас был участок под склад, да, а вы решили там построить магазин, да. Да, изменили назначение участка, это попала информация в Росреестр, и тут же Росреестр выгружает нам информацию, и мы уже, исходя из нового назначения, считаем новую кадастровую стоимость. Или у вас изменилась площадь объекта, вы провели инвентаризацию, ну, какую-то, сделали технический план новый, да, у вас изменилась площадь вашей квартиры, там, на 0,2 квадратных метра. Эта информация, безусловно, тут же отразилась в Росреестре. То есть, Росреестр нам сразу же направляет эту информацию. То есть, каждый день от Росреестр к нам приходят от, там, 2 до 20-30 объектов каждый день, у которых поменялись какие-то характеристики. Мы оцениваем эти объекты и направляем в Росреестр. В большинстве случаев кадастровая стоимость не меняется, потому что, ну, какие-то незначительные произошли изменения. Но если изменились характеристики, которые непосредственно влияют на стоимость, например, площадь, то, безусловно, кадастровая стоимость изменится. Мы сообщим об этом в Росреестр. А человеку это не сообщается, эти данные уходят в налоговую, правильно? Он просто получает налог, и он по изменению налога, да, по той сумме, которая у него там изменилась или осталась неизменной, тогда он, в общем-то, вообще, наверное, даже будет не озабочен этим, да? А если вот изменился, изменился у него сумма налога, стала больше, и он этим озадачился, озаботился, он может обратиться за пояснениями, правильно или нет? Конечно, конечно. Вот сейчас идет налоговая компания, да, людям налоговая инспекция выставила уже налоги на имущество. Вот. И несмотря на то, что пока что еще не по нашей кадастровой стоимости определяется, тем не менее, люди уже обращаются к нам с вопросами, и мы без проблем, конечно, отвечаем людям, в чем проблема. Мы можем найти сами, какая у них была кадастровая стоимость, почему там изменилась. Но люди могут и сами это сделать, они могут сами найти кадастровую стоимость свою. А как они находят свою стоимость? Во-первых, нужно зайти на сайт Росреестра. Ну, просто забиваете Росреестра, и там есть раздел, на сайте Росреестра есть раздел «Справочная информация в режиме онлайн». Там вы можете либо забить кадастровый номер вашего объекта, если вы не знаете кадастрового номера, тоже не проблема, вы забиваете адрес, точный адрес вашего объекта. И тогда вам выпадает вся информация, в том числе, какая кадастровая стоимость у вашего объекта. Также вы можете обратиться в МФЦ и запросить выписку из кадастра, из ИГРН. Эта выписка делается абсолютно бесплатно в течение нескольких дней. А жители села, как они обращаются? Они через что-то там на селе или только через МФЦ они могут обратиться? Ну, жители села могут и через МФЦ, и точно так же через сайт Росреестра, они, сайт работает во всей территории. А как вот, ну вот, да, вы уже рассказали, как узнать стоимость своего кадастрового объекта, да, через сайт. А насколько часто люди обращаются, чтобы узнать эту стоимость? Насколько популярны вот эти все? Ну, к нам, я не скажу, что так часто обращаются, тем не менее, обращаются, мы подсказываем, где это можно узнать. Ну, я думаю, что у нас, кстати, на нашем сайте тоже размещена информация, где можно это узнать. Кроме того, на нашем сайте размещены все расчеты кадастровой стоимости. То есть, вы можете зайти на наш сайт, кадастр-нау.ру, и в разделе «Государственная кадастровая оценка» вы там найдете ГКО 2020, и в нем вы увидите, что есть расчеты всех объектов недвижимости, которые мы определяли в 2020 году. Они там разными файликами, да, то есть для квартир на Рейнмаро это отдельный файлик, для квартир-искателей отдельный файлик, для гаражей отдельный файлик, для земельных участков другой файлик. Вот, вы можете посмотреть, что вам интересно, открыть этот файл, и там будет полный расчет. Мало какие учреждения делают, ну, вот столь открыто предоставляют эти данные, как правило, просто указывают кадастровой оценкой и все, но их можно понять, у них миллионы объектов. Вот, у нас же их десятки тысяч, поэтому мы можем себе это позволить. Мы разместили в открытом доступе всю информацию, и вы можете посмотреть, как именно посчиталась ваша кадастровая стоимость. То есть, если вы владеете Excel, да, если вы можете увидеть, то есть открыть Excel и понять принцип построения, то вы увидите всю полную информацию. Единственное, что эта стоимость по состоянию на 1 января 2020 года. Если, как я уже говорила, да, если что-то менялось, там, площадь или еще что-то, да, то она будет несколько другая. Но сам принцип, он виден, в этом расчете он виден. А работа, вот, благодаря тому, что эти центры были введены, работа как-то с кадастровой оценкой вообще, вот, она стала лучше, легче? Я думаю, что, конечно, потому что, ну, во-первых, смотрите, как раньше происходило. Орган власти, да, раз в несколько лет объявлял торги на проведение кадастровой оценки. Ну, вот кто-то там вышел на торги, да, кто-то определил кадастровую стоимость, даже вполне, может быть, и неплохо, да, хотя в нашем случае это, ну, не очень качественно было. А почему некачественно это в нашем случае получалось? Дело в том, чтобы для того, чтобы качественно определить, да, кадастровую оценку, нужно знать нюансы и особенности региона. Вот выиграл кто-то там из Саратова, да, ну, он же не знает, каковы особенности Ниньско-автономного округа, да. Ну, вот он посмотрел на карту там, да, вот, особенно вот центральный микрорайон, вот этот, да, еще застраивался, еще только застраивался. Возможно, какой-то тут был старый дом, да, и он рыночный, то есть он увидел рыночное предложение, что вот в этом доме, в старой двухэтажке там, да, продается квартира по какой-то бросовой цене. И принял это к расчету, да. И вот 7 тысяч за квадратный метр вот для всего этого микрорайона применил, да. Ну, и ему все равно, собственно, ну, применил и применил, он же посчитал, да. Другое дело, что мы, муниципалитеты, получают налоги вот с этой маленькой стоимости, да, и муниципалитеты, ну, конечно, недовольны. Они не видели сам процесс, как это посчиталось, да. В то время, ну, трудно было вот все это увидеть, все это определить, просчитать все последствия. Теперь же, когда этим занимаются учреждения, которые находятся непосредственно в регионе, которые являются государственным учреждением, и мы понимаем, для чего эта кадастровая стоимость определяется, да, мы понимаем, каковы последствия. Мы уже более ответственно относимся к кадастровой оценке. Поэтому, вот, хорошо, что эта система была изменена, да, что теперь именно государственное учреждение занимается оценкой. Мы уже смотрим, ну, более внимательно, более дотошно и определяем кадастровую стоимость, более приближенную к рыночной и к действительным обстоятельствам нашего округа. У нас было, что земли, например, в селах были дороже, чем земля в Наринмаре. Но это же неправильно, это же не так. Поэтому вот, когда мы определили земли населенных пунктов в 2020 году, земля в Наринмаре у нас кое-где увеличилась, не везде, но тем не менее, а земли в населенных пунктах снизили свою кадастровую стоимость практически везде. А сколько стоит кадастровая стоимость, какова земля в Наринмаре и в населе? Ну, в среднем, скажем так, в Наринмаре, вот в центральной части города, это больше тысячи рублей за квадратный метр, именно в центральном микрорайоне, ну, там, 1400 где-то так за квадратный метр. А на периферии, на окраинах Наринмара, это 800 рублей за квадратный метр. Также и в поселке Скатель еще чуть-чуть пониже, чем на периферии Наринмара. А вот в населенных пунктах это, ну, скажем, 200 рублей за квадратный метр. И там зависит от того, если это совсем крошечное село, то там может быть и 100 рублей за квадратный метр. Побольше, может быть, там 300 или 400 рублей. То есть это зависит от того, где эта земля находится. А квартира, вот сейчас поменялась кадастровая оценка, сколько примерно стоит квартира, ну, благоустроенная, так скажем, ну, пусть двухкомнатная благоустроенная квартира, какова ее кадастровая стоимость и какая она была до того, как применили сейчас новое? Да, ну, безусловно, это в зависимости от того, в каком районе города находится, какое благоустройство, какой год постройки, какой материал стен. То есть от этого сильно зависит. И двухкомнатная благоустроенная квартира в новом хорошем доме в центре Наринмара, да, ну, она где-то будет 3,5-4 миллиона стоит, да. А, например, квартира в новом поселке, в старой деревяшке, двухкомнатной, да, такой же площади, она будет там меньше 2 миллионов стоит. Ну, то есть все-таки кадастровая стоимость, мы старались, чтобы она была приближена к рыночной. Так и есть. А почему еще вот вопрос, почему муниципалитету выгодно, чтобы была прям точная, правильная оценка кадастровая? Потому что муниципалитет является получателем налога на имущество физических лиц и налога, и земельного налога. Именно вот эти налоги определяются, исходя из кадастровой стоимости. Также муниципалитет является получателем арендной платы за земельные участки. Эта арендная плата определяется также на основании кадастровой стоимости. Я вот упустила немножко, сейчас получается выросла кадастровая стоимость, не будут ли непомерными налоги для простых граждан, для физических лиц, ну и для юридических тоже? Да, еще раз повторюсь, что в налоговом кодексе есть оговорка, что налог на имущество не может увеличиться более чем на 10% за год. То есть если кадастровая стоимость вашей квартиры вот раньше была там 300 тысяч рублей, а теперь стала 3 миллиона, в 10 раз увеличилась кадастровая стоимость, она стала правильной, да? Но при этом налог с вас возьмут не больше, чем на 10% чем в прошлом году. То есть если вы платили 300 рублей в прошлом году, да, то в этом году вы заплатите 330 рублей. То есть налоги не вырастут непомерно. А как часто вот такая глобальная переоценка кадастровая происходит? Раньше в нашем законе было указано, что с периодичностью от 3 до 5 лет. В прошлом году в закон были внесены изменения, и теперь кадастровая оценка будет производиться одновременно на территории всей Российской Федерации, одновременно в отношении всех объектов. В следующем, в 2020 году мы определим кадастровая стоимость всех земельных участков. То есть даже если кто-то в этом году определял стоимость земельных участков, в следующем году будет их переоценка. Мы определяли в 19 земли промышленности и в 20 земли населенных пунктов, а в 2022 мы сделаем оценку снова всех абсолютно земель Ненецкого автономного округа. Мы сделаем кадастровую оценку новую. А в 2023 году будет определена кадастровая стоимость всех объектов капитального строительства. То есть заново будут оценены все квартиры, гаражи, магазины, ну и так далее. Елена Сергеевна, спасибо. Время подошло к концу. Разъяснили. Я теперь поняла, что такое кадастровая оценка на самом деле. Спасибо большое. Приходите к нам еще. А я напоминаю, что в гостях сегодня у нас был руководитель Центра кадастровой оценки. Мы говорили об определении стоимости объектов кадастровой недвижимости на территории Ненецкого автономного округа. С руководителем Еленой Кисляковой. До свидания. До встречи.